Мэрил Стрип и Хью Грант неподражаемы, но еще более неподражаема наша гостья, которая уже стучит в наш экран и появится скоро на ваших телевизорах. Боюсь показаться старым, но я вспомнил песню «Мой дельтаплан, мой дельтаплан». Наталья Полевик, парапланирист, инструктор по акваэробике и грудничковому плаванию у нас на связи. Наталья, доброе утро. Доброе утро всем. Я из тех людей, которые слышат парапланирист и не совсем понимают, при чем тут дельтаплан. То есть на чем вы все-таки летаете? Как называются эти устройства? И одно ли это и то же, что это дельтаплан? Нет, парапланы, дельтаплан это разные немножко вещи. Параплан это крыло, наполняемое потоками воздуха. Потоки от склона ударяются, поднимаются вверх, восходящие потоки называются, и мы парим вдоль склона. Дельтаплан немножко, они похожи, но конструкция немного другая. То есть там металлическая конструкция, в положении лежа находится пилот, у нас же подвеска, в положении сидя управляется крылом. Все, вы по крайней мере сидя, по крайней мере летаете, это уже хорошо. Наталья, вы в свое время, как инструктор по плаванию, уже покорили водную стихию. Скажите, как так получилось, что в небо вас потянуло, то есть поменяли водную на воздушную? Ну, всегда мечтала с детства, как-то тянула воздух. Воздух, вот эти детские забавы, прыжки с сеновала и с окон школьных, все это переросло в более взрослое увлечение. Познакомилась с людьми и, в общем-то, затянуло. Захотелось попробовать сначала маленькие полеты, летали со склона, учебные, а затем уже более профессионально стали заниматься парапониризмом. Наталья, скажите, какое самое яркое эмоциональное отличие, по-вашему, между водной стихией и стихией воздушной? Вот когда вы летаете, какая-то есть эмоция, которую никогда не испытаешь под водой? Ну, адреналин, да, адреналин зашкаливает. Просто внутри вот эти бабочки, ощущение, когда дыхание даже замирает, когда отрываешься от земли и паришь вдоль склона, это непередаваемые эмоции. Когда под тобой птицы или море, или просто поле, деревья, очень здорово вообще. Ну, этот ветер, который тебе в лицо, я не знаю, это немного совершенно, даже не немного, это совершенно другое, в отличие от воды. Это просто здорово, не передать, нужно просто попробовать. А вы считали когда-нибудь количество полетов на параплане? Не считала я количество своих полетов, но давно уже занимаюсь. Но хотелось бы более продвинуться, более профессионально. Ну, работа, не всегда успеваешь, поэтому только хобби. Когда есть возможность, любая, выходные дни, всегда вырываемся, встречаемся, дружной компанией, выезжаем. У нас есть люди просто, как, знаете, в фильме «Москва слезам не верит», есть, которым ничего нельзя, но они приезжают и просто любуются, смотрят, устраиваем застолье, чаепитие и общаемся. Разные люди, разных профессий, но небо, воздух нас объединяет. Поэтому спорт – это здорово, конечно. А женщины в этой компании есть или все-таки мужчин больше? Мужчин, конечно, больше, но женщины есть. Жены, которые разделяют увлечение своих мужей, и молодые девчонки, и просто приезжающие, даже мимо проезжающие люди присоединяются к нам, останавливаются, беседуют, в общем-то, людям. Разные люди разных возрастов, но, мне кажется, не знаю, всех объединяем, всех приглашаем всегда. Наталья, но все-таки давайте не будем скрывать, что это немножко экстремальный вид спорта, а может быть даже очень экстремальный вид. И вот как к данному увлечению относятся близкие ваши люди? То есть говорят ли они, Наташа, давай удачи, или каждый раз, когда вы уезжаете, обнимаются и говорят, может, не надо, может, останешься. Вот как они реагируют на ваше увлечение? Ну, поначалу мама реагировала одним словом – ты сумасшедшая. Но потом со временем слово для мамы, когда я на полетах, мама – а, ну, хорошо, на полетах, значит, на полетах. То есть поначалу, конечно, это было смысл, но теперь все уже привыкли, и слово «полеты» не вызывает уже никаких других эмоций. Родители тоже выезжали вместе со мной, и папу, ему 73 года, мы его прокатили в тандеме. Мама очень нервничала, но папа в безумном восторге. Ну, как можно прожить жизнь и не летать? Я все время их к этому вела, и в итоге все-таки папу мы покатали. Добились своей цели. Наталья, ну, мы поняли, что прыжков у вас, ну, как не прыжков, это как полетов было очень много. Скажите, все-таки волнение остается перед каждым? Или уже как к себе домой? Садитесь на параплан и летите? Ну, доля волнения все равно остается, потому что условия метео бывают всегда разные. Это же ветер, это природа, и ты всегда должен четко понимать, что опасность существует. То есть потоки ветра, направление ветра, скорость ветра, все должно учитываться, и вес пилота. Поэтому всегда немного волнения перед стартом есть. Я думаю, что только сумасшедший человек, ну, наверное, я не знаю, не борится. Всегда все равно человеку присуща какая-то доля опасности, страха, поэтому всегда нужно ответственно подходить. Наверняка легкая на подъем и на взлет. Вот парапланилист Натария Полевик была с нами на связи. Наташа, вам хочется, чтобы количество взлеток было равно количеству посадок, ну, и всего хорошего, и здоровья, конечно же. Спасибо и вам большое. Занимайтесь спортом, это очень полезно для здоровья и для эмоционального настроения и подъемов. Продолжение следует...